Дмитрий Лубнин. Записки гинеколога. О женских болезнях от эрозии до эндометриоза, о том, как перестать ходить к гинекологу как на работу и наконец-то вылечиться. Мой путь. Я думаю, прежде чем вы начнете слушать мои путевые заметки, вам может быть интересно узнать о моем пути в медицине, чтобы понимать, на чем основываются мои знания и рекомендации. Уже после первого курса медицинского университета я устроился санитаром в отделении патологической анатомии одной из старейших московских клиник, которая сокращенно называется Моники. Московский областной научно-исследовательский клинический институт. В мою работу входило обеспечение и помощь при проведении вскрытий, подготовка биопсийного материала для врачей и еще много различной санитарской деятельности. В результате мне удавалось видеть, как на самом деле вживую, а не на картинках, выглядят различные заболевания. Моники – огромная клиника, в которой встречалась самая разнообразная патология. Поэтому большинство болезней, которые мы в последующем проходили в универе, я видел в реальности, а не просто читал описания в учебнике. Я проработал там пять лет, и это был огромный и бесценный опыт, который дал мне понимание основ патологического процесса. Пневмония, опухоль, инсульт, инфаркт, метастаз – не были для меня просто словами из учебника. Я видел их глазами. А потом рассматривал под микроскопом, видел, как патонатомы ставят диагнозы и разбирают тонатогенез – развитие патологических процессов, приведших к летальному исходу. Все это как нельзя лучше формирует клиническое мышление, так как на примере реальных историй ты видишь, как на самом деле течет заболевание и какие бывают необычные реакции организма. Уже с третьего курса я стал периодически дежурить в гинекологическом отделении обычной городской больницы и углубился в изучении одной из самых распространенных женских опухолей – миомы матки. Меня изначально поразило, что именно из-за этого заболевания выполняется самое большое количество операций в гинекологии, и чаще это были радикальные операции – женщинам удаляли матку. Знание английского языка и доступ к интернету в то время было сложно с этим. Позволили мне читать много современной медицинской литературы, которой в России тогда совсем не было. После окончания университета в ординаторе я работал в ЦКБ МПС РЖД, где был организован центр лечения миомы матки. Мы много оперировали. Там же начали проводить первые эмболизации маточных артерий – органосохраняющий метод лечения миомы матки. Так как эмболизации для лечения миомы матки до этого не проводились в России, никакого опыта у нас не было. Я читал что-то в зарубежной литературе и пытался все это реализовывать на практике. За время работы в нашем центре лечения миомы матки было много тяжелых пациентов, сложных клинических случаев. В 2005 году, обобщив свой опыт, я защитил первую в России диссертацию, посвященную эмболизации маточных артерий. В то же время я получил специальность врача УЗИ. Все, что я видел при проведении УЗИ, в последующем я мог оценивать на операциях этих же пациентов, что позволило калибровать свой глаз и точнее ставить диагнозы. Далее, в результате сложившихся обстоятельств, мне пришлось уйти из клиники и поработать в нескольких крупных гинекологических отделениях. Потом я целый год проработал в клинике ЭКО и освоил профессию репродуктолога. Сам проводил ЭКО, но в последующем решил, что это не мое. Далее я начал работать в гинекологическом отделении перинатального медицинского центра на Севастопольском проспекте, входящего в группу компаний «Мать и Дитя», где мы внедрили с нуля метод эмболизации маточных артерий. Проработав там несколько лет, я перешел в европейскую клинику, где и работаю по настоящий момент. Вот уже более 20 лет я занимаюсь гинекологией. На своем пути мне пришлось сталкиваться с довольно сложными и разнообразными гинекологическими патологиями, изучать с нуля и внедрять новый метод лечения ЭМО, участвовать во множестве операций и реабилитировать этих пациенток, заниматься репродуктологией. Также у меня был опыт участия в международных клинических исследованиях лекарственного препарата, проводившегося по стандартам GCP. В результате я не стал хирургом, понял, что это не мое. Но зато знаю все нюансы хирургического лечения и не ангажирован в принятии решения о выборе метода лечения. Не стал репродуктологом, но знаю все детали и нюансы ЭКО изнутри. Сам делал пункции и переносы, проводил стимуляции. Сейчас я занимаюсь консультативной работой и участвую в эмболизации маточных артерий, как лечащий врач. Все мои знания и мой многолетний и разнообразный опыт позволяют мне объективно оценивать клиническую ситуацию, легко понимать, что скрывается за выписками из стационаров, описаниями операций, гистологических заключений. То есть все, что может быть в гинекологии для меня не просто строчка из учебника, а реальный случай из практики. Как говорится, чего я только не видел. Что в наших отделениях только не оперировали. При этом это не только практический опыт. Я продолжаю постоянно читать зарубежную литературу и следить за самой актуальной информацией. Таким образом, все, о чем я пишу, это не переписка учебников, не скудные представления о гинекологии, полученные на консультативном приеме в поликлинике, а мой боевой опыт, полученный за более чем 20 лет активной работы во всех направлениях гинекологии с тысячами самых разных пациенток, многие из которых имели сложную запущенную патологию. Надеюсь, все, о чем я расскажу, позволит вам понять меня лучше, как врача, обладающего большим практическим опытом. Это важно, так как писателей от медицины становится все больше, а опровергать их творчество становится все труднее.